Сегодня у нас 2 мая, а вчера 1 мая, и мы в конце концов получили землю. Главная идея всего этого мероприятия это создание некой небольшой мини-фермы в отдельно взятом государстве Израиль. А сегодня у нас день рождения государства Израиль, так что объявляю эту мини-ферму Летиферед Меденат Израиль. Ура! Так, давайте посмотрим, что собственно мы получили. А пройдемся по участку, посмотрим, что мы получили, какая работа нас ожидает, и что из этого в конце концов может получиться. Попробуем записать серию таких видео от начала до конца, от целины, от того, как мы это будем делать. Естественно, будем пытаться сделать все по принципу термакультуры. Условия здесь замечательные. Место это очень древнее, это террасы еще со времен первого храма. Всегда здесь выращивали, и всегда собственно выращивали по принципам термакультуры, потому что иначе не знали. Никто никогда не придумал химических удобрений. Вот я не знаю, слышно вам или нет, но вот там внизу есть прудик, в котором квакают лягушки. И это хорошо. Ну, давайте посмотрим, что у нас за земля, померяем ее, а в дальнейшем будем делать планы, ну и работать. Итак, вот вход на участок, вот здесь растет совершенно замечательная огромадная шелковица. И вот под ней, надо сказать, что этот участок уже кто-то использовал, кто-то пытался здесь что-то делать, и поэтому кое-что осталось. Наш участок вот отсюда, где я стою, и вот до того винограда, который виноградный курс торчит. Главное, сюрприз, который мы вдруг получили, это вот здесь под шелковицей замечательный совершенно железный ящик, если вот его видно, который мы сегодня вскроем и посмотрим, что там внизу. Итак, край террасы находится вот здесь, и там растут деревья, вот это дерево, которое надо будет чуть-чуть подрезать, вот эту крайнюю ветку. А здесь растет шелковица, которую мы тоже, видимо, вот эти нависающие ветки подрежем, а вот здесь, под этим местом, в тени сделаем, ну, зула это называется, некое место. Земля, земля, земля сухая, полно органического материала, что хорошо, это после дождей выросло, тут остатки грядок, кто-то тут что-то делал, вот даже какая-то капуста растет. Вот, земля серая, насчет плодородия. Надо будет набрать земельки и сделать тесты, но пока что она серая и сухая. Да, серая и сухая, и органики в ней, конечно, маловато. Но вот вся вот эта растительность пойдет на органику. Здесь у нас старая-старая лоза, вон она видна. Это хорошо. И стенка, что тоже есть хорошо, потому что к ней можно прилепить виноград. Ну, работа непочатый край. Вот внизу вот эти камни, вот эти большие камни квадратные, видно. Здесь хорошо, это камни времен первого храма. А выше, это уже второй храм, крестоносцы, Византия и так далее. А вот это первый храм. Точно такие же камни в стене плача, между прочим. Так, ну, приступаем к измерениям. А вот наша главная рабочая сила, помогай ручкой. Она сейчас достает прибор для измерения всего. Рекомендую, кстати говоря, это лазерная линейка китайского производства. Стоит она копейки. И очень-очень неплохой аппарат, с помощью которого мы сейчас все и померяем. Ну, так сказать, на взгляд, я тут прикинул где-то получается 20 шагов. Но сейчас сделаем это дело более точно. Так, включаем. Он есть. Лар, встань передо мной. Вот я хочу посмотреть на штаны. Где? Проще всего измерять с помощью этой линейки. Это вот найти на чем бы темном, на человеке, например, точку. И отправить человека вперед до границы. Медленно, пожалуйста, иди. Итак, вот я сейчас померял участок. Оказалось, что это полторы сотки земли. Это где-то 10 на 6 полезной площади. Итак, приступим. Сейчас 2 мая 2017 года. 69-й день независимости Израиля. День рождения страны. Начнем нашу ферму. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Если нравится, спрашивайте, задавайте вопросы по ходу дела. Комментируйте. Спасибо. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.